Василий, ты просидел год, даже больше года в Гуанской тюрьме. За что ты туда попал? Ну, наверное, потому что все-таки сам захотел туда. Я реально испытывал последние годы такую вселенскую тоску. Когда долго живешь в раю, когда живешь в хороших условиях, таких, что через какое-то время этот раз становится медленным. Чтобы вот это как-то изменить, у меня пришла в голову мысль, что, наверное, нужно обнулиться компьютером. И мой мозг придумал идею, что, наверное, пора в тюрьму попасть. Я стал слух рассуждать о тюрьме, делать рискованные телодвижения какие-то. Это и привело меня туда. Я должен был туда попасть, чтобы свой компьютер перезагрузить. Расшифруй название твоего романа исповедь психоделической устрицы. А расшифровать? Ну, мне сложно расшифровать, потому что название придумали все мои читатели. Первые главы, когда начал размещать на Фейсбуке, я долго не мог придумать название. Я вывесил объявление «Помогите дать название книги». Так родилось название. Расшифровать сложно. Можно попробовать объяснить, наверное, многие спрашивают, «Почему устрица? Почему психоделическая?» Ну, исповедь понятно, что я рассказываю то, что как и есть, не без приукрасок самая настоящая правда. Почему устрица? Наверное, мы все люди, живущие... Мы все люди похожи на устриц. Мы окружаем себя десятками различных тел, эфирными, ментальными, физическими. Думаю, что мы центр вселенной, окруженный там различными телами. Мы всего лишь мышцы, которые можно легко, с удовольствием кому-то сесть, у кого сможет скрыть ее. А мы живем и думаем в себе такое, вот такие, это такие, это такие. Это всего лишь маленькая мышца, у меня сейчас себя, что она в центре всей вселенной. Ты можешь сказать о том, что ты нашел единомышленников? Ведь когда ты делаешь какое-то дело, всегда приятно встречать людей, которые думают и делают так, как ты. Конечно же, нашел целый гуап практически, полноценные единомышленники, люди, которые думают точно так же, как и ты. Это сейчас в последнее время стали приезжать люди сюда, как в курортное место. Но ведь раньше, когда здесь не знали совершенно... Не было ни дорог, ни электричества, забытым богом места сюда приезжали. Люди, ведомые психотерическими идеями, те гуру, которые возглавили это движение в 60-х, 70-х годах, оно трансформировалось сюда. И здесь все это продолжается, эти люди каждый день я встречаю. Их стало меньше, но все равно единомышленников достаточно много. Все мусолят тему «Жив Гоа или мертв?» для тебя лично. Он жив или мертв? Конечно, для меня жив Гоа. Бессловно, жив. Он настолько многообразен, что здесь для любого могут... Любой человек может найти для себя приятное место. И обычный турист, которому цель только напиться возле бассейна. И ученый-исследователь, который может проводить здесь исследования, жить десятилетиями, собирать знания. Просто, наверное, психоделическое Гоа трансформировалось. Оно перестало быть настолько открытым, как раньше. Психоделическое Гоа, и сюда все приезжали люди психоделического мира. Сейчас сюда приезжают все. Ну, а люди психоделического мира, мне кажется, немножко ушли в подполье, став более шифроваться. Потому что, в любом случае, общество, любой социум будет против таких людей. Социум хоть так же и понимает, что это крайне необходимое общество люди, и в то же время крово крайне вредное общество люди. Без таких людей, нонконформистов, любое общество загнивает. И с ними общество должно противостоять. Потому что общество одни интересы у индивидуумов, и другие интересы. Индивидуумы хочут расти индивидуально, а им абсолютно неинтересно на ценности общества. А общество подавляет индивидуальность. Ему нужно общество. И то и другое должно существовать вместе. Нету цели победить. Нету цели победить в психоделической революции, сделать победу над обществом. Есть цель противостоять. То же самое должно быть. Ответа реакция общества. Общество должно трансформироваться, меняться, прогибаться перед террористическими актами психоделической стороны. Это крайне необходимая вещь. Любое общество показывает на своем примере. Оно в период стагнации, застоев, оно погибает. Это должны быть партизаны, кричащие мы против это. Взрывающие, бьющие, показывающие другое лицо. Общество должно противостоять этому. В своем произведении ты описываешь большое количество людей, реальных людей, реальных персонажей, живущих в Гоа. Многих из них ты описываешь далеко не с хорошей точки зрения. Поменялось ли отношение этих людей к тебе после выхода книги? Оно все время меняется, отношение людей. Сначала некоторые люди возмущались, почему я написал про них. Через какое-то время эти люди стали возмущаться, почему я написал мало про них. Кто-то начал возмущаться, почему я участвовал в таких событиях, а про меня ничего не написали. Кто-то сначала был злой, потом ему сейчас стало нравиться. Все меняется. И описание книги это напоминает электричку, которую мы несемся, смотрим в окно. И мы можем там увидеть, я не знаю, трехголовую корову, и никто не докажет, была она или нет. Если я увидел это, и я писал в своей книге, я не могу сказать, была она там, или я ее видел. Если кто-то рядом со мной сидел, видел, то есть это будет еще правдоподобие истории. То, что я видел, то я записывал. Ты продолжаешь общаться с этими людьми? Или некоторые из них потерялись из твоего... Нет, со всеми общаюсь, абсолютно со всеми общаюсь. Некоторые люди попросили слегка изменить имя, чтобы, в принципе, остаться известными, и остаться, как не остаться, чтобы быть понятными, кто они в узких кругах, и остаться неизвестными для всех остальных. Кто-то ничего не просил, остался тем же, кем они и есть. Реакция гуанской полиции, ведь она описана, наверное, самым нелестным образом. Они вообще знают о том, что они присутствуют в твоей книге? И были ли какие-то... Драг-полиция меня встречала на рынке, спрашивала. Ходила, чем торгуешь? Книгой. Прочем книга про любовь. Вот вся информация у них об этой книге. Пока книги нету на английском. Сейчас другая команда. Ту команду полицейских, которые я описывал, они все арестованы, они все под следствием находятся. А те, которые новые, им все равно, чем я пишу. В принципе, знают. Я думаю, знают, что они написаны книгами, но пока нет на английском языке перевода. Вот так, по-честному, в Гоа можно прокормиться честным трудом, законным трудом? Да, да, много людей живут тут, прокармливаются. Просто немногим понятно, для чего это нужно, потому что логичнее в России заработать денег проще и больше, и потом здесь отдыхать. Ну, некоторые почему-то предпочитают здесь зарабатывать копейки и жить на них здесь. Каждому свое, кто чего хочет. А вот ты лично, скажи, на хлеб с маслом можно писательским ремеслом заработать или нет? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мне сейчас пока хватает. Я зарабатываю абсолютно законным путем. Передаю читателям свою книгу и живу на эти деньги. Как ты издавал общую книгу? Как издавал? Сначала начал писать на фейсбуке, несколько глав разместил. Потом друзья начали скидываться деньгами. И набралась сумма, я здесь в Максе издал эту книгу. Сам кто-то помог, кто-то сделал верстку, кто-то сделал дизайн книги. Но вся она была сделана за деньги знакомых, друзей, просто читателей незнакомых. То есть вот то, что лежит рядом с тобой, это 100% гуанский продукт? Да, 100% от начала до конца. И сделаны за деньги гуанцев. Ты скучаешь за Россией? И вообще собираешься ли ты возвращаться туда? Ну, когда-нибудь вернусь туда. Вот как закончится мое дело, я обязательно вернусь туда, съезжу, посмотрю. Ну, не очень скучаю. Можно так сказать, скучаю, я бы съездил на пару неделек там зимой на лыжах прокатиться где-нибудь. По Волге походить, по замерзшей. Друзей повстречать. Ну, жить среди россиян мне не хочется. Это не моя страна. Хоть я и родился там, но почему-то с детства не принимал всех этих людей, которые меня окружали. Мне не нравилась манера общения, мне не нравились понятия, принципы, правила. Непонятные, они у меня были неприемлемы всей душой. Но здесь я понял, что здесь вот это мое. И люди, с которыми я могу так же общаться. О чем ты мечтаешь сегодня? О чем я мечтаю сегодня? Самый сложный вопрос, о чем мечтаю я сегодня. Я не знаю, о чем я мечтаю. Я уже боюсь в Индии мечтать. Индия настолько волшебная страна, что ты начнешь мечтать, это сразу воплощается. А воплощается, чуть не так мечтал, не то. Представил в голове тяна. Вот я, конечно, представлял, что я могу попасть в тюрьму. Там вот, возможно, я сяду и напишу свою книгу. Но не думал на полтора года. Ну, может быть, месяца на три для урока, чтобы понять все. Нет, оказалось так. Так же и с мечтами. Что-то начнешь мечтать, как свалится на голову. Не в то время, не того цвета, не той формы. Чтобы потом жалеть больше. Я ни о чем не мечтаю сейчас. А если стараюсь мечтать, то стараюсь описывать прям конкретно. Хочу вот сегодня вечером съесть вот это, вот это или вот это. Так-то, так-то. А мечтать, то Бога смешить только. Это в полицейском участке, что ли? Нет, у тебя паспорт в полицейском участке? Ну, даже не знаю, что бы советовать. Хозяину байка обращайся. Говорю, пускай он идет, разруливает там. О, как это, а что хотят они от тебя? Сколько денег хотят? Ну, так ходи, забирай, торгуйся, нои, торгуйся, нои. Так же по-индусски, как они. Не ставь сразу точки нады. Да-да-да, как хотите, так и сделаю. Ну, давай послезавтра. Там, послезавтра. И тяни так же, как они, через пару недель вы просто устанете друг за другу мозг ебать. И в конечном итоге на чем-то договоритесь совместно. Это лучший способ. Ну, так же скажи, что вот, ну, нет денег. Вот сейчас вот есть вот 300 рупий, там, завтра, послезавтра. Ну, конечно, пальмозки подтягивай ситуацию, и все. Слушай, Костик, я вот сейчас вот уже не могу долго говорить. Давай, подожди, будь какие-то вопросы, звони позже. Хорошо? Давай. Чем занимаются люди, приезжающие в ГОА на целый сезон? Ну, у кого что хорошо получается. Кто-то какие-то тортики делает, кто-то творожки, кто-то музыку пишет, кто-то рисует, кто-то катает людей на парашютах, кто-то обучает людей игрой с шахматом, кто-то преподает для детей, отдыхающих по школьной программе предметы. Ну, конечно, любой человек может найти здесь работу. Но для этого нужно любить ГОА, потому что если нет влюбленности в ГОА, то смысла в этом никакого нет. Значительно больше денег и легче заработать на большой земле, чем здесь. Ты не думал о переезде в другую часть Индии? Ну, я сейчас вообще ни о чем не думаю, потому что в переездах, потому что штаты ГОА мне нельзя покидать еще несколько лет. Я стараюсь не думать об этом. Но хотелось бы. В другую часть Индии? Да нет. Наверное, нет. Что может быть лучше, чем в Северной ГОА для таких людей, как я? Что ты любишь в ГОА? Перечисли конкретные вещи. Может быть, маленькие, незначительные, но важные для тебя. В первую очередь, дух свободы. Самое важное в ГОА – люди. Атмосфера, которую они тут делают. Очень много красивых мест на планете, где дешевле, качественнее, лучше. Но энергетика ГОА, вот ее сложно объяснить. Это действительно люди, которые уже почти 50 лет сюда ездят, живут здесь, складывают, создают вот такие вибрации, которые подтягивают таких же подобных людей сюда или съезжаются, им комфортно здесь. Правда ли, что бывают такие случаи, когда люди приезжают, сжигают здесь свой паспорт для того, чтобы не было возможности отсюда уехать и становятся нелегалами? Я их много видел случаев, конечно, придурков-то много. Это не решает проблемы совсем, зажжение паспорта. Это только усложняет проблему. Я много видел смешных ситуаций. Со мной в тюрьме сидел русский Александр. Он пошутил в суде. У него была всего задержка визы, просрочка визы на один месяц. Но в суде он решил пошутить и сказал, да здравствует индийский суд, самый гуманный суд в мире. Что судья посчитал это оскорблением и дал ему год тюрьмы. Сидел год тюрьмы. Поэтому сжигание паспорта это не выход. Многие в России, в постсоветском пространстве, жалуются на коррупцию, жуткую коррупцию. Можно сказать с уверенностью, что наша коррупция по сравнению с гуанской коррупцией это просто детские игры? Не, на самом деле их коррупция это покруче, чем наша коррупция. Имеют подольше опыта. Наша коррупция это молодая. Но в отличие от индийской коррупции, российская, она настолько мерзко своим лицемерием. Люди, говорящие вот, говорящие красивые слова, закрывающиеся какими-то красивыми поступками, делают отвратительные вещи. Что здесь вот наоборот, полицейский, он и не стесняется. Дай мне денег. Министр, он тоже самое. Говорит, ну вот я шел на это министерское кресло, там вот столько лет. Там вот со мной сидел министр туризма Мики Пачека. Они не скрывают никто, и все абсолютно знают, что если ты построил отель, то ты должен трить стоимость, отдать министру, пока ты не отдашь. И все об этом знают. Все, у нас же все по-другому в России, мы все честные, там вот тра-та-та. А на самом деле делают еще более ужасные вещи, просто отнимают, отжимают, ну как опричники. Тебе интересно вообще то, что происходит сейчас в политической, социальной сфере в России? Следишь ли ты за этим или нет? Ну поверхностно слежу, но мне очень печально следить за тем, что сейчас период в развитии России стал такой напоминающий Брежневский период, где мало чего проходит, реформы становятся только нужными корпорациям. То, что сейчас произошло в России, это, можно сказать, победа корпораций произошла. А то, что с нами, это мы ушли в подполье, противостояние корпорациям ушло в подполье. И мы будем противостоять до самого последнего. Корпорации забирают у нас все. Они приходят, здесь, слава богу, пока еще вот в Индии, малый бизнес. Любой человек может заниматься легко, никто не будет мешать малым бизнесам. В России уже кончились эти времена. Столько разных присосок сразу приходит. Нужно ли здесь платить налоги людям, занимающимся творчеством, зарабатывающим на творчестве? Тут вообще удивительная вещь с налогами в Индии. Если ты занимаешься небольшим бизнесом, тебе никто не проверяет. Ты платишь налоги столько, сколько хочешь. Ты хочешь быть добропорядочным человеком и говорить, я плачу вот столько-то налогов, ты плачешь столько-то налогов. То есть ты не хочешь платить налоги, ты их вообще не плачешь и говоришь, у меня нету прибыли, никто не будет трогать. Весь все бремя налогов возложено здесь на крупные корпорации. Крупнейшие, старейшие фамилии индийские, которые здесь уже столетиями контролируют многие сегменты рынка. Они платят налоги. Везде в каждом магазине цена написанная на продукте уже с учетом налогов. Тут не нужно скрывать налоги. Маленький продавец, который в маленьком магазинчике чем-то продает или что-то производит, что-то делает, он не думает о бремя налогов. Бремя налогов возложено на большие корпорации. Тебе поступают предложения по экранизации книги твоей? Нет, пока еще ничего не поступает. Книга-то всего продается три месяца. Три месяца, как она вышла. Я даже не знаю, как ее возможно будет экранизировать. Но хотелось бы увидеть свое творение в каком-то, может быть, поработать с командой, написать сценарий. Я не думаю, что это возможно в наше время, в нашем обществе. Потому что, в принципе, я считаю, что если моя книга, она больше антинаркотическая, но если взять из контекста какие-то главы и прочитать, то может сложиться представление, что я пропагандирую наркотики. Вся книга как раз описывается о том, что наркотики – это плохо. Поэтому я не думаю, что разрешат. Хотя, с другой стороны, после фильма Пелевина, Generation P, мне кажется, разрешить должны все. С другой стороны, столько много книг запрещенных сейчас в России. Удивительно. Удивительно запретили фильм «Красивое зеленое». Во Франции и в России запретили. А там нет вообще никакой пропаганды. Это просто показывает проблемы современного потреблятства. Общество, основанное на потреблении. Оценка его, попытка оценить его человеком, который с другой планеты. Как ты думаешь, после «Устрицы» будет еще что-нибудь? Или это и есть Эверест? Не знаю. Прошлый «Мунсун» я писал продолжение. Я написал почти половину книги. Посмотрим. Может быть, будет вдохновение, напишу вторую половину. Хотя хочется «Мунсун» попробовать сделать аудиокнигу. Я, может быть, выпущу аудиокнигу. А может быть, напишу вторую. Но вторая, она меньше коммерческая. Она основана... Я спустя 10 лет снова прочитал труды Тимоти Лири. Они вдохновили меня на попытку исследовать проблемы перехода 7-8 контура по 8-контурной схеме Тимоти Лири. Не знаю, будет ли это кому-то интересно или нет. Но гуанской публике точно будет интересно. Ну, посмотрим, попробуем. Какие профессии ты перепробовал здесь, в ГО? Ведь надо как-то зарабатывать денежку все время. Я пробыл ресторатором. Я был гидом. Я даже был два раза преподавателем массажа. Обучал людей тайского массажа. Я был... Я продавал устрицы. Я был псевдолическим воином. Кем я еще был? В кино снимался или нет? В кино снимался, опять же. В местном болливудском... В индийском кино. Несколько раз меня посчастливилось сниматься. Да, замечательно сниматься. Это отдельная история сниматься в индийском кино. Расскажи об этом опыте. Здесь... Прекрасный вид развлечений, за которого еще платят. Собирается человек 30-50 самых развеселых парней и девчонок, которые живут здесь в ГОА. Сажают их в автобус. Везут в самое распрекрасное место. Или в какой-нибудь там пятисвездочный отель. Или в какой-нибудь фикарный пляж. Шикарно три раза в день кормят. И заставляют... Не заставляют. И нам приходится играть. Приходится. И мы играем в кино роль отдыхающих. Очень прикольно иногда играть. Сидеть весь день, играть в шахматы. А тебе за это деньги платят. Или в бильярд. Или просто на пляжу тарелочку гонять. Порой приходится играть на пати. Замечательное было. Нам режиссер поставил несколько бутылок рома. Мы всю ночь выпивали и плясали. Нам за это кормили, привозили. Еще платили за это деньги. Ты встречался с кем-нибудь из своих сокамерников после освобождения? Да. Да, встречался с многими. Все стараются жить сейчас добропорядочной жизнью и ценить это время. Потому что в тюрьме, конечно, это весело сейчас вспоминать, когда там уже отсидел. А когда ты сидишь каждый день, и никто не знает, когда ты веешь. Один бог, и у тебя статья от 10 до 20 лет, то порой нелегко на воле начинаешь ценить это. Как твой английский? Ну, значительно стал лучше, чем до тюрьмы. В тюрьме у меня была возможность подучить его почти все свободное время от написания книги. Я старался улучшить свой английский. У меня была вся стена в камере списана английскими словами. 3000 английских слов было написано вокруг меня. Каждый день с утра до вечера я их учил. Гантельки по методу Василия Караваева имеются такие дома? Дома не имеются. Мои гантельки теперь хранятся на складе у начальника тюрьмы, который у меня их отобрал. В конечном итоге, при последней облаве. Как дела у твоей семьи? Многие читатели, особенно женского пола, переживали за них больше, чем за тебя. Ну, конечно же, сначала было тяжело, но вроде со временем все выровнялось. Отношения трансформировались немножко в другие. Но я, тем не менее, очень люблю свою семью. Не имею возможности постоянно находиться рядом. Рядом, но могу позволить какое-то время в году оплатить им дорогу, чтобы они побыли рядом со мной. Реакция твоей жены на прочитанное произведение, она читала уже или нет? Она частично прочитала. Так же, как и большинство людей. Сначала были жуткие протесты, как ты мог там все это написать. А потом попустилась и поняла, что мы все взрослые люди, чего нам всем скрывать. Тем более, все правда. Тем более, так все на виду, все все знают. Может быть, об этом станет знать чуть побольше людей. Она уже верит, что ты действительно настоящий писатель? Что это не просто записки на манжетах? Ну, мне кажется, начинает с этим задумываться. Как ей эта трансформация? Ну, ей, мне кажется, вот это, наверное, более... Она спокойно к этому относится. А вот дочка очень радуется. Дочка довольная. Мой папа писатель и артистом. Снимается в кино и пишет книжки. Вот так говорят в российских школах. В российской школе. Ты продолжаешь полюблять устриц? Да, я периодически езжу поесть устрицы в заповедник. Самое одно из красивых мест. Гуа. Не буду говорить, как она называется. Да, я очень люблю устрицы. Может быть, поэтому так, друзья, мне предложили назвать книгу. Скажи, возможно, ты в будущем можешь заняться разведением устриц с таким-то пиаром? Я думал уже об этом, в произведении устриц. Но, наверное, я не осилил. Очень долгий процесс. 5-7 лет нужно выращивать одну устрицу, прежде чем ее съесть. Какого можно говорить? 5 лет до конца света осталось меньше года. Стараюсь планы не делать до декабря 2012 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok